Преподаватель, учитель нашей библейской школы, будущий преподаватель, да, Александр Жданович, давайте поприветствуем. Приветствую, дорогая церковь. Поздрави на целата церковь. Рад всех видеть. Радам се да ви видя. Осень пришла, холоднее стало, больше людей стало. Есента дойде, стану апостол дену и идват повече хора. И сегодня мне, как говорил пастор, доверено слово и... И днес, както е казал пастор, той ме е доверил словото. И хочу поделиться теми основами, которые очень важны, как для новичков, которые приходят в церковь. Искам да споделя унези основи, които са важны не само за новите хора, които идват на церква. Но също така и за хората, които не са за първ път тук. Защото, например, когато аз отидох на церква, мой наставник сказал лишь одну фразу. Тебе нужна церква в пълного Евангелия. Что это? Как это? А он больше ничего не говори. И как значит това, той ничего не ме е казал. Тот, конечно, человек, который уже знает Бога, читал Библию, ему достаточно этого слова. Человекът, който познава Бог и познава Библията, на него мое достаточно това слово. Но хочется знать все же детальни. Обаче все пак мисли, искаше да знам и детайли. И на прошлом служении Александра говорила об апостольских символах веры. Почему это важно? И если вы это в нашей церкви, в конце служения мне скажете. Как раз было видео, я не знал, что оно будет. Так вот, для евреев шофарът е определенный символ веры. За евреите шофарът е един силен символ на вера. Просто он более глубокий. Само, че той по-дълбок. И наша церковь, она тоже принимает. Просто у нас нет шофара. И наша церковь също ги приема, обаче ние нямаме шофарът. Но в то же время, Человек, который рассказывал о шофаре, Он не сказал, что если у вас нет шофара, вы не христиане. Он открыл Библию и сказал слово, что в Библии написано так и так, что будет шофар. И мы это принимаем. Так вот, тема моей проповеди – основы и правила здоровой церкви. Что такое здоровая церковь? Это не значит большая, громадная. Здоровая – это церковь, в основе которой здоровье. Здрава церковь – значит церковь, в основе на которой се намира здравето. Для нас, людей, здоровье – это самый главный фактор. За нас, хората, здравето е един от най-важните фактори. Когда мы здоровы, мы бежим вперед. Когато не сме здрави, не идтичаме напред. Делаем много дел. Правим много неща. А когда у нас что-то плохо со здоровьем, то если мы не решим этот вопрос, то погибнем. И поэтому важно знать те основы, которые действительно говорят о том, что церковь – здоров. И за това е важно да знаем основите, които наистина говорят за то, что церковь – это здрава. К сожалению, христианский мир имеет разный посыл символов. Кто-то говорит, что символы веры важнее Библии. Някой казват, что символите на вере са поважнее от Библии. Это, например. Но на самом деле ни один символ веры не может стать выше Библии. Потому что символы веры – это как маленькие ключи, которые помогают нам познать Евангелие. Если уже говорить о Библии, то это единственное богодухновенное послание, которое является источником и средством обучения для каждого христианина. А символ веры, он был составлен для того, чтобы понять христианам Библейские учения и оставаться ему верными. То есть апостолские символы веры – это было как краткое изложение Библии. И тут тогда встает вопрос, а зачем тогда эти символы? Можно же оставить только Библию. И пусть все тогда изучают Библию, и не будет никаких путаниц. Но когда мы начнем читать историю, при каких обстоятельствах возникали символы веры, сегодня многие имеют гаджеты, мы умеем читать, писать, считать. Но даже 500 лет, 1000 лет, а то и 2000 лет, не все так умели. Это не умели делать многие. И поэтому важно было иметь краткий список основ веры, и за това и было много важно да имаат один краток список за основите на веры, который даже должен был знать любой христианин, который не умел хорошо читать и разбираться в той же Большой Библии. И, к примеру, были такие истории, если мы начнем читать Библию, любое послание к церквям, будь то это к Галатам, наверно, одна из самых глав, потому что я ее разбирал. И в любой церкви, в любом регионе, были какие-то особенности. И, естественно, когда молодые церкви наставлялись апостолами, то, естественно, появлялись и лжиучители. Кто-то хотел быть важным, кто-то искал славы, и для него правильность Евангелия, она не так важна была. Они говорили, что это неправильно, и поэтому апостолы часто писали послания для церквей. И за това апостолите много често писали послания к церквите. В некоторых посланиях церковь получалась. В некоторых посланиях церквата се е получавала. В некоторых поддерживалась. В некоторых се е подкрепила. И, конечно, в некоторых церквях были свои особенности как традиции. И, разбира се, някои церкви са имали и някои особенности, нещо като традиции. И вот здесь важно узнать, с Евангелие это или нет? И тут важно да разберем, дали това нечто произвело от Евангелието или нет. К примеру, вы смотрите вот Аня в джинсах, в маечке, я в пиджаке. И ничего страшного в этом нет. Но если мы придем в какую-то другую церковь, ну, без, чего, без косинки, без, например, покривка. То нас выгонят. На самом деле это не так важно. Потому что это было послание только для одной церкви. Там просто были определенного характера женщины, без волос. И им надо было в косынках. Но это не значит, что нужно всем церквям, евангельским, сейчас быть в косынках. И на тях имя требовало да си покриват главата. Обаче това не означало, че всички церкви требовало да правят това. А были такие церкви, которые требовали знать полностью Библию. Имало и церкви, които са изисквали хората да знаят напълно Библията. И тех, кто не знал, они не пускали. И унези, които не са знаели Библията, тях не са ги пускали. А другие церкви, наоборот, если вы знали основы, то вы христиане. А другие церкви, церкви са изисквали да знаят основы, да знаят основы те. И о том, что те ги знаели, значит, те христиане. Вот именно из-за этого и был апостольский символ веры. И точно за това апостолский символ на веру, то есть изложение кратких вероучений. Вот честно сказать, у кого был такой вопрос, когда вы пришли в церковь? Зачем я пришел? За что съм дошел в церковь? Может я вообще, ну как принято говорить, все, кто пришел? Может быть, както я приятно доказват, съм дошел в някоя секта? Даже у меня был такой вопрос. Даже аз съм имал подобен вопрос. Но когда понимаешь, что все основы соблюдены? Но когда ты разбираешь, че всички основы са испълнявани, то боятся ничего. Няма от какво да си страхуваш? И о чем же говорит символ вера, в первую очередь? И за какво говори символ от вера, на верата най-напред? Естественно, символ веры говорит о воплощении Иисуса Христа. Разбира се, символ от невярата най-напред говори за силата на Иисус Христос. О том, как он пришел в этот мир младенцем. За това, как и дошел в този свят като младенец. Но он не был зачат как младенец. Той не был зачат като обикновен младенец с земните способи. Так же рассказывает о его жизни на этой земле. Също така се рассказывает за живота му на тази земля. А его страдания. За неговите страдания. О смерти. За смъртта му. О погребение. За погребението му. А его пролито и кровь. За излятата му кръв. А възкресението му. И так же вознесението му на небеса. Но то, что ждет нас еще впереди. Обаче това, което не очаква напред. Говорится о том, что он придет и осудит нечестивых. Говорится, че той ще дойде и ще осудит нечестивите. А верующим даст вечную жизнь. Пак верващите ще им даде живот. И Оксана, можно символ веры вывести на экран? Можете да видим символа на верата? Потому что во многих проповедях какие-то отдельные символы веры более детально озвучиваются. Но хочется все это собрать и сделать кратко, понятно и быстро. И просто. И так, что же включает в себя символ веры? Там будет перевод, не переживай. Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Святого Духа, разденного от Девы Марии, и страдавшего при понтии Пилате, распятого, умершего, и погребенного, и сошедшего в ад. И воскресшего в третий день из мертвых, и вошедшего на небеса. И сейчас сидящего одесную Бога, Отца Вседержителя, оттуда придет Он судить живых и мертвых, веруя во Святого Духа, во Святую Вселенскую Церковь, и в общении святых, в восстановление грехов, в телесное воскресенье, и в жизнь вечную. Вот это вот небольшое слово, небольшое слово, есть в принципе символ веры любой евангельской церкви. Я хочу более детально рассказать, что это не просто я с головы взял, что все это есть в Библии. И че всичко това се явява в Библии. Как говорилось о Шафаре. Итак, во что же мы верим? В какво всъщност верваме? Мы верим в богоодухновенность Библии. Ни верваме в богоодухновенность Библии. То, что это слово не просто написано, но человек придумал и написал. Че това слово не е написано само от человека, который си измислил нечто. Когда мы читаем Новый Завет, и разные послания, то от Иоанна, от Иакова, Деяния, неважно. Это писали разные люди. Но мы видим, что через все Евангелие идут одни и те же определенные точки жизни Иисуса. И если говорить о Библии, где же сказано о богоодухновенности? Во 2 Тимофея 3 главе написано, все Писание богоодухновенно и полезно для научения. Все Писание богоодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления и за праведността. То есть Библия, она нигде не противоречит. У нее ничего не отрезано спереди, сзади. Так как она написана, ее надо так воспринимать. И это касается любой церкви. И если говорится, что эту часть Библии мы принимаем, а другую нет, то это как звоночек, что уже нужно подумать, а та ли это церковь. Перейдем далее. Еще во что мы дальше верим? Единого Бога. Верим в единий Бог, который вечно пребывает в трех лицах. А именно Бог Отец, Сын и Дух Святой. Я на своем опыте встречал, когда говорят, мы принимаем Бога, но не принимаем Духа Святого. Мы знаем Бога, но не принимаем... Иисус Христос – это не Бог. Но мы знаем, что в Библии написано, что Он триедин. Мы бачим не знаем, что в Библии ты пишешь, что Господь триедин. И в Матфея 28 глава это еще раз подтверждается. Апостолам... Заповядалось. Ладно. Апостолам завещалось, можно так сказать, чтобы они учили все народы, да учат всички народы, крестили их во имя кого? Отца, Сына и Святого Духа. И далее говорится, что уча их соблюдать все. И нататък пише, что я повелел вам. То есть, то, что повелел Иисус, то, что повелел Бог, это соблюдать. Всичко, което ни е дал Господ, ни и трябва да го соблюдаваме. И то, что Иисус прибудет с нами до скончания веков. И каким образом Он прибывает вместе с нами? Он сказал, что уйдет и оставит Святого Духа. И мы не можем разделить Бога на три отдельных или только Бога воспринимать. И ние не можем да разделим Бог на три отделни части или да приемаме само Бог. Это то же самое, как с водой. Вода, она утоляет жажду. А в другом состоянии, во время льда, она охлаждает. Ну а паром, паром можно даже и обжечься. Но это все вода. Итак, перейдем далее. Мы верим также, что Иисус Христос единородный Сын Отца. И Он зачет от Духа Святого и рожден от Девы Марии. И то есть зачет от Святия Дух, родился от Дева Мария. И все мы знаем, что в Рождество очень часто есть сценка рождения Иисуса Христа. И всички знаем, что когда има Рождество, най-често не показывает сценка за рождение на Иисус Христос. И даже дети знают, что Иосиф не понимал, откуда ребенок. Но когда Ангел пришел, то он все понял. И помните его первые мысли, что это она где-то, возможно, нагуляла? И он не хотел принимать ее. Но я бы не хотел, чтобы ко мне так Бог пришел и сказал это, наверное. Ну, с одной стороны, непонятно. Аз не бих искал Бог така да дойде примерно да ми го каже. От една страна не ми е ясно. Со второй страшно. От друга страна ми е страх. А в сегодняшнее время это почесть. И в днешното время се е почесть. И мы также знаем, что мы верим, что Иисус был распят. И все, что така, не знаем, что Иисус Христос был распилен. Мы знаем, что как Его распяли. Знаем, как Собурас Пували. К примеру, пастор Геннадий очень много говорил о том, например, пастор Геннадий много нечто не говорил за унова о том, что те страдания, которые перенес Иисус на кресте, он как врач говорит, что такое невозможно. И также мы верим, что Иисус Христос был погребен. Да, мы знаем, что Его погребли в пещере. И мы также верим, что Иисус воскрес из мертвых. Ведь Он же ходил еще с учениками, говорим. А кто-то даже пальцы в перста вставлял. И это написано во многих Евангелиях. И так же говорится, что Иисус вознесся на небо. И в настоящее время находятся на небесах вместе с Отцом. И мы верим, что Он сегодня несет миссию ходатай. И днес верим, что Той носит миссия до ходатайства. Потому что только через него человек может получить спасение. И следующий пункт. Мы также верим, что все согрешили и лишены славы Божьей от рождения. И вот одна сторона не можем до себе мыслим. Я помню, когда говорил с Отцом. И в последнюю нашу встречу я говорил, ну, давай помолимся, молитва покаяние. Любой человек говорит. Я же хороший человек, я ничего не грешил. Так с чем связан этот факт, что мы все согрешили? Мы, конечно, знаем, что мы произошли от Бога. Но первый человек и даже сказать, первая семья это был Адам и Ева. И так получилось, что грех пришел в эту семью. И естественно, они были выведены из рая. И разбирали из рая. И поэтому получаются люди, которые рождены посредством их семей и поколения из поколения. И из-за того, получават опять, че хората, които все рождают от поколения в поколение, семейство, они получаются жили, ну, изначально рождаются с грехом. Получало кто примет спасение покаятся, ему будут прощены все грехи. И когда Иисус придет, написано, что кто поверует, тот будет вместе с Иисусом на небесах. И далее также мы верим, что оправдание возрождения и новое рождение дается по вере. По вере в пролитую кровь Иисуса Христа. Помните такой исторический факт под словом индулигенция. Когда покупали спасение. спасение было изкуповано. Так вот купить его никак нельзя. Единственный факт спасения это когда мы признаем что без Бога мы никуда. Что нам нужен Иисус Христос и Он единственный кто пролил кровь за нас. че Ни нуждаем от Иисус Христос и Той единственный от който си пролял кръв за нас. И это слово говорится в Библии. Конечно есть много мест писаний но одно из них Римлянам 5 глава. Оправдавшись верою это тоже переводим оправданите чрез верата мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христос здесь говорится по-простому через веру мы спасаемся также мы верим что я говорил о новом рождении и что после рождения через слово идет возрастание и вот через слово идет освящение в 3 главе Иоанна там был разговор Иисуса с Никодимом так вот Никодим это очень важная личность среди фарисеев он наставлял учеников но Иисус ему сказал истинно говорю кто не родился свыше тот не может войти в Царствие Небесное Никодим не мог это понять как можно войти обратно так вот что такое родиться свыше как с одной стороны говорится что родиться свыше это родиться от воды то есть пройти покаяние ну или другими словами водное крещение но 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 также следом идёт родиться от Духа Святого крещение Духом Святым помните когда в Иордании крестили Иоанн Креститель говорил что идёт сильнее меня который будет крестить вас огнём и Духом Святым И почему важно вот я говорю про Духа Святого потому что я тоже слышал и видел вероучения которые говорят я верю в Бога верю в Иисуса Христа но Дух Святой нет но это получается отпилить часть Библии и не верить в неё это тоже неправильно поэтому Дух Святой очень важен его нельзя огорчать отвергать это то что нас побуждает идти вперёд познавать Евангелие когда мы не понимаем опять это изучать и потом мы получаем золотой ключ ответ отговор и этот ответ это основа нашего вероучения для самих себя и следующий пункт мы верим в святость что такое святость 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 это правило жизни народа Божия говорится простым языком можно сказать так что у нас один святой это Иисус Христос мы это видим по Писанию но мы также знаем что каждый человек который приходит к Богу который отказывается от грехов он начинает освещаться так вот святость это Божий дар но для того чтобы нам освятиться полностью нужно приложить определенные усилия даже как минимум разобраться в слове когда у нас какие-то непонимания и эти усилия к примеру могут быть в последующей борьбе с грехом и тези усилия можем да ги прилагам и в следващите борьба с греховете си ведь мы знаем что мы можем быть Боги и 10 и 20 лет но дьявол знает наши слабости и он пытается напомнить нам о вашем прошлом но наша задача напомнить ему о его будущее и о святости где это говорится в первое Фессалоникийцам четверта глава ибо призвал нас Бог не к нечистоте но к святости то есть всякое слово в което ние верим оно все есть и подтверждается Евангелие и следующий пункт мы верим в крещение Духом Святым и вот здесь Оксана включи пожалуйста Дияние первая глава четвертого по восьмой стих от четверти до осьмый стих и собрав их он повелел им не отлучайтесь из Иерусалима но ждите обещанного от Отца о чем вы слышали от меня ибо Иоанн крестил водою а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым посему они сойдя спрашивали его говоря не все ли время господи восстановишь ты царство Израиля он же сказал им не ваше дело знать времена или сроки которые отец положил своей власти но вы примите силу когда сойдет на вас Дух Святой и будите мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли то есть сам Иисус то есть сам Иисус говорит о Святом Духе за Святее Дух и когда мы получаем крещение Святым Духом многие люди становятся в момент другими и они обретают силу чтобы идти к святости чтобы делать дела которые доверил Иисус и поэтому Дух Святой мы еще раз видим он имеет место в Евангелии и в каждой церкви потому что там где Дух Святой там свобода там и Свобода и почему отвлекусь на минутку за малко сменю темата почему я говорю о важности этих пунктов я не говорю о законе и я очень так сказать может в своем понимании где-то жестко но я разделяю религию и веру обаче аз разделям религията и веру религия она хочет дать законы и заковать людей в кандалы а религията иска да да даде едни законы и да не върже в едни окови а вера она хочет поднять человека и направить его к Богу и ка поэтому мы говорим о вере и за това не говорим за вера и очень важно понимать на что наша вера опирается и и следующий пункт он очень интересный мы так же верим в говорение на иных языках как Дух дает провещивать то есть Святой Дух дает нам провещивать и так же мы понимаем что говорение на языках это первоначальный признак крещения Духом Святым как только человек принимает силу от Духа Святого зачастую он начинает говорить на языках для нас это сразу непонятно мы иногда думаем что мы сами это придумали но если мы возьмем Библию помните когда собрались ученики и многие подумали что они просто напились но на самом деле на них просто сошел Дух Святой но в Деяниях во Второй главе об этом и говорится и исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках как Дух давал им правещевать как то Дух мое им давал им говорить почему это важный пункт потому что даже мы вначале как прийти в церковь выбрать церковь правильную с этим столкнулись мы хотели пойти в одну церковь но так получилось что раз проспали второй проспали но как то не получилось к ним прийти почему да и в итоге мы потом в другую церковь пошли и как раз полного евангелия оказалось и церковь полного евангелия так вот почему я про первую церковь говорю нам не получилось потом мы узнали когда моя супруга говорит а у нас говорят на языках нам сказали вы что ребята это неправильно то есть церковь верит Бога в Иисуса даже в Святого Духа но вот почему-то говорение на языках отвергает возможно почему я говорю вот тема моя была здоровая церковь возможно это отвержение это небольшая какая-то болезнь которая решится может быть твое хворили на языке никак по болезнью этого в някому меньше разреши а может и нет а если нет то это получается что искажается истина и а к тване что не все промене значит истина все променя и также по Духу Святому можно деяние 19 главу то есть это были основы по поводу Духа Святого во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел пройдя верхние страны прибыл в Ефес и найдя там некоторых учеников сказал им приняли ли вы Святого Духа уверовал они же сказали ему мы даже не слышали есть ли Дух Святый он сказал им во что же вы крестились они отвечали вы Иоанново крещение то есть по факту они прошли первый шаг то есть они прошли покаяние но далее говорится Павел сказал Иоанн крестил крещением покаяния говоря людям чтобы веровали в грядущего по Нем то есть в Иисуса Христа услышав это они крестились во имя Господа Иисуса и когда Павел возложил на них руки не шел на них Дух Святой и они стали говорить иными языками и пророчествовать как мы знаем что в каждой церкви есть определенные дары и как раз иные языки и пророчествования это одни из основ и далее мы также верим в водное крещение путем полномо погружение и что все кто покаялись должны быть крещены опять же мы говорим во имя Отца Сына и Святого Духа и это еще раз говорится в Матвея 28 главе идите научите все народы крестя их во имя Отца Сына и Святого Духа я думаю здесь все понятно и следующий пункт искупления даровано всем божественное исцеление изкуплением даровано всем божественное исцеление божественное исцеление даровано всем то есть тот кто принял Иисуса Христа тот кто признал свои грехи получает исцеление от Бога и в первое Петра во второе главе он грехи наши сам вознес телом своим на древо дабы мы избавившись от грехов жили для правды ранами его исцелились то есть в Евангелие мы видим факт что когда мы приходим к Господу мы исцелились его ранами и мы понимаем есть у нас символ веры который каждый месяц проходит и там говорится что ранами его мы исцелились и кровью Иисуса Христа мы омыты и вот как раз это следующий символ веры это вечеря Господня и это вечеря не было откуда то придумано это учение это было тогда когда апостол апостолы собирались с Иисусом если мы прочитаем Луки 22 главу 17 по 20 стих 20 стих и взяв чашу и благодарив сказал принимите ее и разделите между собой ибо сказываю вам что не буду пить от плода виноградного доколе не придет царствие Божие и взяв хлеб и благодарив преломил и подал им говоря сие есть тело мое которое за вас предается сие творите в мое воспоминание так же и чашу после вечери говоря сия чаша есть новый завет в моей крови которая за вас проливается то есть мы видим подтверждение вечерей господней то есть не виждаме подтверждение за господна вечеря в новом завете о которых говорил Иисус Христос за която Иисус Христос говорил и если мы вернемся к трубам и ако се вернем към търбите то человек на видео он сам говорил он за човек на видео то той сам говорил что когда звучит определенный звук длинный к примеру мы должны там задуматься да если там прерывистый то это определенные вызывает чувства другие уже если говорить о вечере господне Иисус что говорил он говорил берите хлеб берите виноградный можно сказать сок или вино хлеб виноградный сок можно так сок от грозди хлеб может так да и делайте эту вечерю воспоминание мое а что значит воспоминание его о том что Иисус был это тоже верно да Иисус был но самое главное воспоминание почему символ хлеб и вино за хлеб это тело которое действительно очень сильно страдало и как говорят многие ученые что те страдания которые принес Иисус Христос не 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 под силу вытерпят человек не са по силу да се изтерпят от един человек а если говорите уже о виноградном соке или вино то здесь символ какой символ Иисуса символ крови тук символ на кръв которая омила человека я даже больше скажу что она омила всю землю и даже тех кто сегодня не являются христианином и даже у нези които не се явяват христиани днес эта кровь тоже была пролена из-за него кръв та е била излята из-за тях също и тот кто приходит к и признает это тот идет вместе с Христом и следующий символ веры который впереди написан в книге Откровения мы также верим во второе пришествие Христа и в Матфея 16 главе 27 стих мы видим подтверждение ибо придет Сын человеческий во славе отца своего с ангелами своими и тогда воздаст каждому подделам его если если мы возьмем символ веры и ако вземем символ на вера то здесь сказано что оттуда придет он судить живых и мертвых и мы знаем и мы знаем тот факт что верующие в Иисуса Христа они на суд не приходят тот кто знал Иисуса Христа и ушел от него придет на суд тот кто не знал Иисуса но старался жить праведно он тоже придет на суд но просто будет по своим делам отвечать но просто что отговаря за делата си и последний пункт веры и последната точка за верата о котором я хочу сказать за която искам на вспомена мы также верим в Вселесное Воскресение праведника на праведниците что это за Воскресение это значит что когда придет Иисус Христос что всякий верующий который будет жить в тот момент пришествия Иисуса Христа или которые живут сейчас мы все с вами или которые жили тысячу лет назад они будут вознесены вместе с Иисусом Христом и где мы можем найти подтверждение этих слов Матфея 25 глава 41-46 стих тогда скажет и тем которые по левую сторону идите от меня проклятые в огонь вечный уготованные дьяволу и ангелом его ибо алкал я и вы не дали мне есть жаждал и вы не напоили меня был странником и не приняли меня был наг и не одели меня болен и в темнице и не посетили меня тогда и они скажут ему в ответ господи когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником или нагим или больным или в темнице и не послужили тебе тогда скажет им в ответ истинно говорю вам так как вы не сделали этого одному из сих меньшин меньших то не сделали мне и пойду си в муку вечную а праведники жизнь вечную это основные символы веры о которых я хотел сказать сегодня мир он очень ускорился сегодня мы находимся в Варне завтра можем жить в Софии потом вообще в другой стране а может просто когда путешествуем и мы хотим прийти в общество святых исками да дойдем в одно общество на святи в церковь так вот основы веры нам всегда как лекала помогут нам прийти в правильное место и очень важный принцип мне сказал человек который который рассказал мне о Евангелии это помимо того что церковь должна быть полна Евангелия он говорил так когда вы приходите в церковь не смотрите на людей смотрите на Бога даже я сегодня даже я здесь вы конечно проверьте может я где-то ошибся я ж не все показывал местописание на экране это было специально сделано чтобы каждый из нас мог проверить так вот он сказал что даже когда проповедник вещает с кафедры и в вас что-то попало нечто се отвори в вас найдите это в Библии и сравните а так ли это потому что сегодня как и 2000 лет назад есть разные церкви в некоторых церквях основа это Бог Исус и Дух Святой и Святия Дух в некоторых церквях к сожалению идет культ личности разная бывает но каждый христианин должен бодрствовать и почему я говорил вначале что основы веры они не могут заменить Библию потому что есть основы веры но толковать могут по-разному отсюда появляются и другие учения и поэтому всякое слово которое мы принимаем сравниваем с Библией трябва да го сравняваме с Библията молимся трябва да се молим читаем да читем и Бог открывает и Бог ще ви отвори и когда в наши жизни приходят какие-то сомнения мы всегда остаемся ведь даже сегодня не важно сколько мы в Боге не важно колко время се намерим в Бога 10 лет 20 лет всегда кто-то со стороны может посеять сомнения и может продолжать спасать вас нас спасали в начале в первые месяцы но почему мы устояли потому что были даны кратки основы и эти основы потом мы читали в Библии и мы утвердили своем выборе и все что было сказано в Библии оно осуществляло с нашей жизни вы же верите в чудеса верим и в нашей жизни были чудеса просто их нужно научиться видеть в мире очень легко говорить что ему повезло да только хотел сказать что когда приходишь на чай вот вам касмет счастливо письмо но когда я пришел к Богу разобрался и разбрах я понял что нету понятия удачливый человек или неудачливый есть просто выбор и когда мы выбираем правильный путь каждый из нас становятся счастлив и когда я думал что мне в прошлой жизни где-то повезло я понял что все что было это делал Бог а самое главное чтобы вот мы как на сердце написали что мы отдаем всю славу нашему Богу и на этом я с вами попрощаюсь будьте бдительны взвешивайте и будьте правильны и тверды в своем выборе и будьте правильны и тверды во свой избор чао